Официальный доход при банкротстве. Стоит ли банкротиться при наличии официального дохода? Главное, чтобы в преддверии банкротства или во время процедуры вы не получали ваши черные доходы на свою карту. Многие юристы заранее не предупреждают клиента о сложностях получения прожиточного минимума. Официальный доход при банкротстве. Стоит ли банкротиться при наличии официального дохода? Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц, очень много завершенных дел, также обучая юриста. Задавались ли вы вопросом, можно ли банкротиться с официальным доходом? Что будет, если банкротиться с официальным доходом? Какие риски при банкротстве с официальным доходом? Если да, то поставьте лайк. В этом видео я как раз разберу все особенности, связанные с официальным доходом при банкротстве. Для тех, кто не знает, в двух словах. Банкротство это установленная законом процедура освобождения добросовестного гражданина от всех имеющихся долгов. На территории Российской Федерации это единственный законный способ списания долгов. Поэтому важно знать, при банкротстве учитывается наличие официального дохода, а именно белого дохода. То, что вы получаете наличными или на карту, или же как самозанятой, или те доходы, на которые вы сдаете декларации и оплачиваете налог. Заработная плата и иные доходы, которые выплачиваются в конверте, не учитываются в банкротстве. Главное, чтобы в преддверии банкротства или во время процедуры вы не получали ваши черные доходы на свою карту. План прост, потому красив. Если план слишком сложен, все может пойти наперекосяк. Можно ли банкротиться, если у вас есть официальный доход? Да, конечно, можно. Наличие официального дохода не препятствует банкротству и освобождению вас от долгов. На практике в процедурах были и есть должники, у которых официальный доход был и более 50 тысяч рублей, и более 100 тысяч рублей. Были и есть должники, у которых нет дохода официального, и это не препятствует, опять же, банкротству и освобождению от долгов. Есть должники, у которых доход равен прожиточному минимуму или чуть больше. Резюмирую. Официальный доход, его размер не препятствует банкротству и освобождению от обязательств. Если для вас информация, которую я озвучиваю в этом видео полезна, поддержите меня, подпишитесь на мой канал. Для своих подписчиков я регулярно провожу прямые эфиры и отвечаю на вопросы, а также свои вопросы вы можете задать в комментариях. Далее разберем, что будет с официальным доходом в самой процедуре банкротства при его наличии. На самом деле не все так гладко, как бы хотелось. Во время процедуры банкротства, с момента признания вас несостоятельным банкротом, когда суд вынесет решение и ведет процедуру, она называется реализация имущества, вы будете получать только прожиточный минимум на вас и на ваших иждивенцев при наличии иждивенцев. Разница между вашим официальным доходом и прожиточным минимумом будет аккумулироваться с целью погашения требований ваших кредиторов. Напомню, что от непогашенной части добросовестный гражданин освобождается при завершении процедуры. На тему прожиточного минимума у меня есть отдельное видео, ссылка на него будет в описании под этим роликом. Однако важно знать, если суд в отношении вас ведет первую процедуру, она называется реструктуризация долгов, то пока идет эта процедура, вы будете получать ваш доход официальный до 50 тысяч рублей ежемесячно. Правила о прожиточном минимуме действовать не будет. Опять же, это при условии, что суд введет в отношении вас первую процедуру реструктуризации долгов. А если же суд вас сразу признает банкротом и вынесет решение, то вы будете получать прожиточный минимум до 6 месяцев, как правило, пока идет процедура банкротства. Но процедура может продлеваться по разным причинам. Далее я расскажу про риски, которые связаны с официальным доходом при банкротстве. Но прежде минута рекламы. Чем я могу быть для вас полезна? Чем я могу вам помочь? Во-первых, я провожу своей командой под ключ по всей России процедуру банкротства. Если вам нужна помощь в списании долгов, пожалуйста, обращайтесь. Контакты в описании под этим видео. Консультация бесплатная для тех, кто еще не в процедуре и не работает с юристами. А также я обучаю юристов, как стать экспертами в банкротстве физических лиц и зарабатывать достойные деньги, помогая при этом людям списать долги. Опять же, подробности под этим видео. Также для граждан и юристов у меня доступны лекции «Банкротство от А до Я», а также лекции по самостоятельному банкротству с образцами документами. Приобрести можно под этим видео. Поехали дальше. Риски при наличии официального дохода при банкротстве. Таковые также имеют место быть. Во-первых, это риск предоставления вашим кредиторам, если суд ведет первую процедуру реструктуризации долгов, проекта плана реструктуризации долгов. На практике это происходит крайне редко, но происходит. Как этого избежать? Как вам еще до возбуждения дела по вашему банкротству просчитать, есть ли риск, что суд утвердит план реструктуризации долгов или нет? Вы берете ваш официальный доход, минус прожиточный минимум на вас и ждивенцев при наличии таковых, минус обязательные расходы при наличии таковых, к примеру, обязательные расходы на медицинское обслуживание, на лечение, на лекарства, на аренду жилья. Только не придумываем, а берем реальные факты и цифры. Равно получается у вас остаток. Остаток умножайте на 36 месяцев. Сможете ли вы за 36 месяцев погасить вашу имеющуюся задолженность? Если нет, то и не стоит переживать, что суд утвердит план реструктуризации долгов. Если вы можете погасить вашу задолженность за 36 месяцев, тогда я рекомендую получить консультацию, прежде чем инициировать банкротство. Если вам нужна помощь моя и моей команды, контакты в описании под этим видео. Второй риск, что вам во время процедуры вашего банкротства не хватит прожиточного минимума и денег будет недостаточно. Поэтому я рекомендую заранее позаботиться об этом вопросе. Во-первых, вы прекращаете платить по всем вашим обязательствам с момента, как принимаете решение банкротиться. Во-вторых, вы прожиточный минимум будете получать не сразу, а плюс-минус через 3-4, а может и более месяцев. Это исчисляется с момента подачи документов в суд. Тем самым до этого момента вы будете получать полную зарплату или иной доход. У вас будет время саккумулировать, сохранить, накопить какую-то подушку, если вы понимаете, что вам тяжело будет жить на прожиточный минимум во время процедуры банкротства. Это очень актуально для граждан, у которых вот-вот пошли просрочки, у которых вот-вот возникли проблемы с обязательствами и долгами. Однако это может быть не особо актуально для тех граждан, у которых уже просужены долги и приставы возбудили исполнительное производство. А также рекомендую заранее обсудить с вашим юристом, кто ведет ваше дело, каким способом, в какое время вы будете получать ваш прожиточный минимум. Здесь также есть особенности и нюансы. Многие юристы заранее не предупреждают клиента о сложностях получения прожиточного минимума. Опять же, подробности у меня есть в отдельном видео. А также важно знать, копите свою подушку, заначку, только не на своем счету или на своей карте. Так как во время процедуры банкротства эти денежные средства финансовый управляющий обнаружит. Да ладно! Третий риск – это не сообщить финансовому управляющему о наличии у вас дохода. Это часто встречается, когда у гражданина официальный доход, и он получает его наличными. Хочу заметить, что финансовый управляющий 100% обнаружит тот факт, что вы получаете доход, так как делает запросы в налоговую и в пенсионный фонд. Поэтому не нужно скрывать от финансового управляющего, от ваших юристов тот факт, что вы получаете официальный доход. Так как финансовый управляющий направит вам требования, если вы потратите конкурсную массу, если вы потратите разницу между прожиточным минимумом и вашим официальным доходом, и вы обязаны будете возвратить эту сумму. Или же от долгов можете не освободиться. А также рекомендую учитывать тот факт, что до момента блокировки ваших карт и счетов может пройти несколько дней. Это с момента ведения процедуры, с момента, когда суд признает вас банкротом. И некоторые должники умудряются в этом интервале снять полностью свою зарплату или иные доходы. Так вот, финансовый управляющий будет требовать возврата, разницы между вашим официальным доходом и прожиточным минимумом. Учтите этот факт. Главная дата – это когда суд вынесет решение о признании вас несостоятельным банкротом и введет процедуру, она называется реализация имущества. Об этом я говорила. Будет отдельное решение. Вы заранее можете уточнить у вашего юриста, когда назначено судебное заседание или когда это решение будет вынесено, и его отслеживать, чтобы не израсходовать лишние средства. А также я хочу срезюмировать, что инициировать процедуру банкротства и списать все имеющиеся долги можно и с официальным доходом, с любым размером, и при отсутствии такового. Наличие или отсутствие официального дохода – это не препятствие к банкротству. На этом по теме видео все. Прошу еще раз поддержать меня, подписаться на мой канал и поставить лайк, если вам было интересно. Субтитры создавал DimaTorzok